На заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, регуляторной политики, законности, общественного порядка и борьбы с коррупцией и преступностью, харьковские правоохранители отчитались перед депутатами о своей работе. В частности, по их словам, в области начат процесс назначения сотрудников, прошедших аттестацию. В главном управлении говорят, сейчас не комплект – 1200 человек. Уже открыт приём на работу в полицию. В то же время утверждена новая штатная структура облуправления. Банн спрямован на то, чтобы уменьшить административно-управленческий персонал и уменьшить количество работников, которые безусловно задействованы в борьбе с злочинностью. На сегодня штат главного управления становится 7,2 тысячи работников. Это на 3-3 тысячи меньше, чем было два года назад. Сейчас в облуправлении полиции назначены заместители начальника по криминальной полиции до судебных расследований, а также руководители управления уголовного розыска и превентивной деятельности. Восемь районных отделений полиции получили новых начальников. Что касается сотрудников, не прошедших аттестацию, но восстановившихся через суд, то сейчас решения об их назначениях принимаются в Киеве, в МВД. Проводят в Харьковском облуправлении и внутренние кадровые перестановки. В целом на повестке дня заседания комиссии 25 вопросов. В разделе «Разное» несколько писем с просьбами о выделении финансирования. Так, областное управление полиции просит обновить техническое обеспечение. Техника, которая фиксирует все эти данные, уже 100% в свой ресурс вычерпала. Минимально там на миллион гривен написали, а там по возможности, если будет возможность, надо дать допомогу в областном бюджете. Фотоаппарат, цифровая видеокамера, приемальский сканующий, ну все, что необходимо для развития. Также представители Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бакариуса просят предусмотреть финансовую помощь на закупку специального оборудования. Запрашиваемая сумма – порядка полутора миллионов гривен. Рассмотренные на комиссии вопросы депутаты согласовали к вынесению на пленарное заседание сессии областного совета, которое состоится 8 декабря. Оксана Зинковская, Дмитрий Грасимов, Медиагруппа «Объектив».